Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но мы очень мало знаем о том, как именно они пришли к Господу и каким был их путь. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена именно этому событию. Мы хотели бы узнать, Инна, как Бог действовал в твоей жизни? Как давно ты верующая? Почему ты решила стать верующей? Что было в твоей жизни, ну скажем так, победоносного? Что может быть не совсем? В мере нашего времени, я думаю, что всем нам было бы очень интересно узнать тебя поближе. Могла бы ты рассказать о себе? Период моей новой жизни начался в 93-м. Уже достаточно времени много прошло. И время это было как для меня, так и для многих моих друзей и окружения всей страны достаточно тяжелым. Потому что непонятно было, куда мы завтра идем. Мы были все потеряны. И хватались каждый за какие-то разные возможности. Я точно понимаю, что вера ко мне не пришла в 93-м. Она в моем сердце была где-то раньше. Но я, как и многие другие люди, не знали, что с ней делать. В 93-м году я услышала Евангелие. Признаюсь, я ничего не поняла. Это было какое-то случайное событие? Или так вот, я помню, в 93-е годы практически на каждой улице можно было найти какую-то церковь, приглашение. И все люди стекались, потому что внутренний голод был настолько сильный, что начать церковь не было очень сильно сложно. Это была случайная встреча или это было какое-то действие? Точно, вот то, что ты рассказываешь, улицы пригласительные, евангелизация, это никогда бы, я так думаю, никогда бы не могло меня зацепить. Потому что я человек, который никогда не интересовался массовыми действиями, большинством и так далее. То есть ты не следовала за большинством? И зная себя, зная свой характер, я понимаю, что, в общем-то, положить мою личность на лопатки мог только Господь. Ко мне пришли домой, это были знакомые мне люди, которые не обладали абсолютно никаким авторитетом в моих глазах. И все наше общение заключалось в том, что я вежливо терпела, когда закончится это посещение. Вот это было так. Мне было сложно слушать странные истории, потому что в моей жизни было достаточно трудное время. И меня интересовали мои собственные ситуации, что мне с ними делать и как завтра жить. Это были достаточно меркантильные вопросы жизненные. И тут эта проповедь Евангелия, человек, который мне рассказывал Евангелие, скорее всего, подражал тем служителям. Помоведникам. Да, это был акцент, это был акцент прибалтийский, это были вау, йо, вот все вот эти возгласы. Новая субкультура, неизвестная для себя или в Советском Союзе. Это было дико, это было дико. Но, тем не менее, несколько вещей из всего этого длинного для меня сложного разговора, они зацепили меня. Я услышала одну фразу «Бог живой», что вот «Бог живой». И я, наверное, пока мне все остальное рассказывали, все время думала о том, что это такое, как Бог может быть живым. Также я услышала одно свидетельство о сверхъестественном исцелении. Человек, который мне говорил Евангелие, он видел это. И я не могла не верить. Вот почему я думаю, что вера была в моем сердце. Скептики, наверное, сразу отрицают такие странные моменты. Я верила, я понимала, да, у кого-то там выросла нога на служении. Вот это все, что я запомнила. Все, больше ничего. Хотя рассказ был очень длинный. Он пригласил тебя в церковь? Да, и я не пошла. И я не пошла. И опять же, посетила я собрание из чувства долгой и вежливости. Потому что мне не нравится обещать и не исполнять. То есть он сумел вот на слабо? На слабо, да. Мне передавали книжечки, которые я не читала, кассеты, которые я не слушала никогда. И однажды я приняла решение, что мне надо сходить, отдать, наверное, долг в ответ на вот это ухаживание за мной, если можно. Пришло время. Пришло время, надо как-то с этим разобраться, потому что мне звонят, я чувствую вину. И все время я обещаю, что приду. Я не прихожу, думаю, я приду один раз и как-то вот я решу этот вопрос себе. Не было ли страха такого, что вот ты приходишь, и тебя сразу записывают в какую-то секту, и записывают там твой адрес, и заставляют подписать документы, отдайте нам все свое имущество? Не было ли... Мне в голову это не приходило даже, нет. Ну это хорошо, потому что я помню то время, некоторые люди говорили, ни в коем случае, тогда еще было близким очень белое братство. И когда люди слышали вот таких вот призывов, они говорят, не-не-не, мы знаем, чем это заканчивается, все очень плохо. Но все же, каким было вот первое впечатление, когда ты увидела группу верующих людей? Ну удивление, потому что поиск в моей жизни уже был, может, неосознанный, и он, абсолютно мое мировоззрение, оно было связано с тем, что вера, она заключается в черной одежде и иконах, это был стандартный взгляд. То есть ты ожидала, что после этого придется ставить где-то свечи и что-то такое вот... Религиозная форма и несвобода, вот это точно, что я понимала, куда меня зовут. Это вот, когда ты увидела служение, это как-то способствовало твоему приближению к Богу или просто дало время? Тоже нет, тоже нет. Что со мной произошло? Я очень ярко пережила прикосновение к Богу. Это единственное, что изменило мою жизнь. Не эти люди, не проповедник, который говорил с тем же диким акцентом, там были несколько возгласов 90-х, вау или еще что-то, их было больше, чем проповеди. Я помню свой вопрос, почему он говорит о людях из Библии, как будто бы это было на самом деле. Человек, который проповедовал, рассказывал истории, и я ничего не помню, кроме одной, что вот... Или я был такой же человек, как мы, вот он цитировал, и он что-то рассказывал об Иллии. Это был 93-й год, вот я помню этот фрагмент. И я думаю, он так реально рассказывает об этих людях. Как будто бы он был, вот эта реальность рассказов библейских, она меня зацепила. Это я помню. И, в общем-то, и все. Вот этот вот весь шоу, наверное, эти скрипучие инструменты. Люди, которые молились на иных языках, круглый, конечно, я не понимала, что это было. Почему они в джинсах, все меня тоже вот удивляло. Нет, не пугало, удивляло. Но потом со мной что-то произошло, и я не могла дать этому объяснение. Было какое-то поклонение. Я даже помню слова песни. Там были такие слова, что он вошел в комнату, и горница наполнилась светом. И он наклонился передо мной так, как будто бы он согрешил, а не я. Вот то, что я помню. И все больше ничего, потому что я так рыдала, и не могла остановиться. Я не понимала, из меня как будто бы воздух какой-то выходил, выходил, выходила, не могла остановиться. И я побежала молиться. То есть ты точно поняла, что Бог есть, и Он имеет к тебе какое-то отношение, Он хочет что-то произвести в твоей жизни. Можно сказать, что именно тогда произошло рождение свыше? Думаю, да. Думаю, да. И это не вкладывалось в дальнейшем, это не вкладывалось в доктрины, которыми я научалась. Потому что мы выучили потом теологию, позже, когда я действительно пошла за Богом, стала ученицей. Мы учились, что рождение свыше происходит после покаяния. Я не могла это соединить с тем, что произошло в моей жизни. Потому что настоящего покаяния не произошло в тот день. Совершенно. Я, во-первых, не знала, что это такое. Во-вторых, я не могла оставить на тот момент тот образ жизни, в котором находилась. Это было невозможно даже в моих мыслях. Я думаю, что если бы со мной рядом находился наставник, зрелый наставник, не такой, как, такие точно, как я, который вчера уверовал и точно так же пока ничего не знал, то, возможно, мне помогли бы быстрее принять решение. Принять решение, да. Но мне понадобилось на это по-настоящему около полутора лет. Это было долго. Но на самом деле мы в христианском обществе пытаемся очень часто канонизировать вот эту вот точку входа во взаимоотношения с Богом. Я думаю, что в реальности это не совсем, ну, как бы, возможно, если говорить реально. Потому что не все люди, которые выходят на покаяние, вот когда зовут вперёд к алтарю для молитвы покаяния, мы знаем, что не все из них на самом деле раскаиваются в своих грехах. Другие же, наподобие вот какого-то такого внутреннего сокрушения, они начинают вот этот путь шувы, и он постепенный, но он раскрывается в них в такой силе, потому что никто на них не давит, не заставляет делать какие-то там движения, обряды или что-то подобное. Но внутри это как росток, эта вера растёт и становится крепким, таким осознанным деревом, которое начинает плодоносить. То есть я понимаю, что это был вот такой путь. А в течение этих полутора лет ты ходила в церковь, это было регулярно или так, как получалось? Это было иногда и тайком. Это удивительный период. Почему? Потому что со мной люди, те, которые поговорили, ещё раз повторюсь, это были такие же, как и я, ничего не знающие. И сегодня я понимаю, что это иногда может быть проблемой, когда люди наставляют или дают советы очень поверхностно или некомпетентно. То, как мне представили жизнь верующего человека, это была картина, которая в моей жизни никогда не может состояться. И полтора года в моей душе были борения, чувства вины. Я понимала, что я борюсь с Богом и не могу сейчас почему-то за Ним пойти. Я всё время говорила, Боже, дай мне время. Дай мне время. Мне ещё что-то нужно сделать, чтобы сделать этот первый шаг. И я, когда приходила в собрание, это были несколько раз за полтора года, я входила в зал и оставалась специально при дверях. Чтобы выйти? Выйти до конца собрания, пока люди не начнут выходить, не начнут со мной здороваться и что-то спрашивать. Я остановилась, ждала, слушала, была в поклонении. И когда я понимала, что собрание подходит к концу, я быстро разворачивалась и уходила. Вот так это было. Мне не нужны были люди, потому что я не могла найти ответов. Пробовала ли ты читать Писание? Да, я начала его читать. И как? Я пережила ещё один чудесный, сверхъестественный момент, когда начала читать Писание. До той самой молитвы у меня были несколько попыток почитать Писание. Я однажды лежала в больнице, там, как в больницах раздают такие новые заветы, гедеоновые братья. И думаю, времени куча девать, всего некуда, попробую почитать. Я пыталась. И это был отрывок о Марии, которая, значит, родила младенца. И я не могла вот понять, про что он говорит. Какой простейший отрывок, простейший исторический. У меня просто взрыв мозга был. Я не понимала, что с ним делать. Потом я думаю, ага. Наверное, не важно, что здесь написано. Наверное, нужно прочитать это просто семь раз, потому что я слышала, что в церкви... Засчитывается количество. В церкви, да, считается там семь раз какая-то фраза. Я прочитала... Нет, до четвёртого я не дотянула. Не дотянула. И вот это была моя попытка. Но после той молитвы, когда я купила первую свою Библию, я читала её несколько недель. Безотрывно. Безотрывно. Вот я даже не забывала покушать. Это восполняло твой голод внутренний? Или что происходило? У меня мир открылся. Я просто в Библии видела жизнь свою, жизнь людей, жизнь Вселенной. Это просто источник для меня был. Замечали ли окружающие, что ты вот начала как-то изменяться? Да. И как это проявлялось? Что ты видела? Ну, во-первых, во-первых, я начала оставлять, скажем, какие-то внешние вредные привычки, во-первых, да, которые, как я понимаю, не должны быть в жизни верующего. Это точно. То есть Писание начало как бы работать, и произошёл прорыв. Хорошо. Короткий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если бы сейчас ты проповедовала неверующему человеку, какие бы ты дала наставления вот тем братьям и сёстрам, которые пытаются достигать неверующих людей на своём опыте обращения к Богу, каким должен быть тот человек, который делится Евангелием с неверующим, абсолютно неверующим человеком? Ну, вначале я бы предложила ему его услышать. То есть просто послушать для начала, да? Сначала послушать, да. Потому что мой опыт был таков, что мне нужно было самой в огромном количестве информации найти то, о чём бы я могла размышлять. Это мой был личный труд. Это не то, что мне принесли люди вообще понимая, что мне нужно. Вот так. Я выбирала. То есть основной критерий не знание, описание на высочайшем уровне и каких-то там способов объяснения, три шага, четыре закона, а простая, ну, как бы попытка послушать человека, когда человек должен выговориться, что-то рассказать о своей жизни, и тогда просто рассказать, что Бог об этом думает, как Бог смотрит на эту ситуацию. Внести надежду. Она не в цитатах из Писания, однозначно. Я не помню ничего из Писания. А о чём нужно говорить, если не о Писании? То, что приносит человеку надежду и даёт ответы на его нужды. То есть это могут быть свидетельства, например, какие-то истории из личной жизни или жизни верующих других людей. То, в чём есть реальность, реальное проявление Бога в жизни. Люди, которые встречают Бога, он не есть теория. Он не есть теория. И, наверное, можно сказать о чём-то малом, но пережить или передать вот этот вот священный момент, когда Бог соприкасается с жизнью человека. Это работает больше, чем цитирование Писания. То есть на самом деле теология помогает, помогает, но не решает все остальные вопросы. Хорошо, спасибо большое. Дорогие друзья, это очень хороший опыт. Понятное дело, у нас нет очень много времени, чтобы в деталях рассмотреть жизнь и, поверьте, она была очень интересна. В других передачах мы сможем ещё уделить этому внимание. Тем не менее, возьмите для себя на заметку, Евангелие — это не сбор теологических каких-то посланий. Вообще не цель в том, чтобы процитировать Иоанна 3,16 и другие места Писания, которые очень прекрасные и сильные, которые человек, может быть, не поймёт в силу своего мировоззрения или восприятия. Основная задача человека, который делится Словом Божиим, — понять человека, настроиться на его волну, показать, что, в общем-то, вера — это не слепое религиозное следование, но как бы последование за Богом как ученики, то есть представить Бога как того, кто служит человеку, кто сопереживает человеку, объяснить Бога простым языком. А на более глубокое ученичество придёт время. Поэтому да благословит вас Господь, даст вам мудрости, чтобы вы были теми, кто приобретает души для Него, и чтобы вы в этом преуспели. Будьте благословены. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавал нам на каждый день. Прости нам, долги наши, как и мы прощаем, должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от рукава. Ибо Твое есть Царствие, и Сила, и Слава во веки. Аминь.